Продолжаем. Следующий доклад Данил Мусатов, который уже н-ый раз здесь. И сегодня будет рассказано про совершенно новейшее научное достижение. Научное достижение 2016 года. В общем, это та же тема, про которую я год назад рассказывал. Но тогда это достижение частично было осуществлено, но я об этом еще не знал. А кто был год назад на лекции? Сегодня выложено, вчера выложено, а сегодня уже... Ну, вряд ли, все... Про ФНП? Нет, тогда надо... Про ФНП я буду рассказывать. Я буду рассказывать про справедливый дележ. Я вспомнил, да. А справедливый дележ? Да, значит... Я вкратце расскажу постановку задачи, чтобы осталось время на обсуждение хотя бы основных идей нового прорыва. Продолжая предыдущий доклад, представь, что у нас есть один банк, у которого есть два акционера. Или, может быть, три акционера, или пять акционеров, которые все в разных долях и владеют. У этого банка есть какие-то активы, какие-то выданные кредиты, какая-то собственность. И разные акционеры изменили разную информацию про эти активы и также вообще разные интересы. Да, то есть, например, они могут иметь разное мнение про то, с какой вероятностью какой кредит будет отдан. Ну, а про физический капитал понятно, что у них могут быть разные предпочтения, да, если это офисы или что-нибудь еще. То ясно, что у них могут быть разные предпочтения. И, в общем, они все перессорились друг с другом и хотят все эти активы как-то поделить. Есть те равно чему-нибудь. Больше не было у нас двух, получается. И есть некоторый общий актив, который мы, условно, будем называть пирогом. Который они делят. И также, условно, мы его будем представлять как отрезок от 0 до 1. Соответственно, у них есть разные мнения о том, какая часть этого пирога ценна. Поэтому нельзя просто так аккуратно отмерить и разделить на разные части. Да, если просто какой-то объективный метрик разделить на равные части, то субъективно они могут начать ругаться и им очень понравится. А что есть? У каждого есть какие-то вкусы. Значит, есть вкусы. И так далее, ВМ. От разных частей пирога. Значит, и про эти вкусы мы предполагаем... Самое главное, что мы предполагаем, это аддитивность. То есть, если два пуска не пересекаются, то тогда их суммарная ценность, это то же самое, что сумма ценностей каждого из них по отдельности. То есть, тут нет никаких экономических эффектов замещения и дополнения. Да, не может быть так, что один аддитив вместе с другим гораздо лучше, чем каждый по отдельности. Или наоборот, когда тот уже есть, то это совсем не нужно. В общем, ничего такого нет. Просто, да, можно считать, что это просто вытонные кредиты. И у каждого из них есть какая-то, может быть, есть какая-то аптинная вероятность того, что их вернут. Но они про нее не знают, а знают про какие-то свои субъективные соображения, с какой вероятностью их вернут. И, соответственно, им нужно, чтобы суммарная вероятность возвращения была не меньше, чем в среднем, грубо говоря. Причем у каждого из них. Ну и еще нужна бесконечная делимость. А именно следующее, что для любого куска и для любой доли от миллиона до единицы существует подмножество такое, что ценность этой подмножества это ровно альфа умножить на вит и от с. То есть от любого куска можно отрезать ровно половину. Можно отрезать ровно 37%. Можно отрезать ровно 85,5%. И так далее. Любую долю, как вы скажете, можно отрезать от любого куска. Нет никаких вот таких активов, которые дальше разделить нельзя. То есть нет какого-нибудь офиса, который нельзя разрезать полам и разделить. Ничего такого нет. Все активы такие чисто финансовые, сколько угодно мелкоделимые. И что же нужно добиться? Да, еще, конечно, это все активы. То есть все ценности вот любого куска будут, чтобы равны нуля. Ну и можно даже считать, что больше нуля. Чего же нужно добиться? Первое понятие. Это пропорциональный дележ. означает, что мы весь пирог представляем, да, мы весь пирог разбиваем на несколько кусков. То есть весь этот пирог мы разбиваем на непересекающиеся куски. Такие, что каждый из участников считает, что его кусок, и это хотя бы одноемное, но тут либо нужно нормировать, либо написать, что ценности от всего пирога. Да, то есть вот нужно разделить пропорционально, что каждый считает, что ему досталось хотя бы одноемное, тогда это вроде как по-честному. Да, в общем случае, если у них не равные доли, да, например, у одного 30% акций, а у другого 70%, тогда вот это можно обобщить, что первый считает, что у него не меньше 30%. по его вкусам, а у второго 70% по его вкусам. И второе требование, это дележ без зависти. Каждый считает, что его кусок не просто больше одной иной, но еще больше всех остальных. То есть ваитое, отэситое больше, чем ваитое, отэсжитое. Если часть хотя бы двое, то это не одно и то же. Если хотя бы трое, если двое, то это одно и то же. Да, если он имеет хотя бы половину, то он имеет больше, чем другой. А для троих это уже не обязательно. С другой стороны, из вот этого следует. Да, потому что максимум это хотя бы одно иное от суммы. Да, поэтому если сумеет привить без зависти, то каждый считает, что у него хотя бы одно иное. Но если у каждого хотя бы одна иное, то не значит, что каждый считает, что у него больше всех. Хорошо, значит, вот в таком виде задача была поставлена Гуго Штейнгаузен во время Второй мировой войны. Он в маленьком польском городке прятался от фашистов и, в числе прочего, придумал такую задачу. Потом, после войны, опубликовал статью эконометрики. Что это было в виду, когда это придумывалось? Что-то за ней, а чего это делится? Факт 3, именно папа Молотова. Ну, я не знаю. Справедливый делёшь Польша? По справедливый делёшь Польша он сказал, что самым счастливым днём был тот день, когда фашистские войска уже ушли, а советские ещё не пришли. А это было одиннадцатый день, да? Ну, в его городке это будет одиннадцатый день. Так, значит, соответственно, много разных алгоритмов придумано вот для вот такой постановки. Значит, много разных алгоритмов или протоколов. Как такого добиться? Ну, давайте я какой-нибудь один расскажу. Совсем простенький. Совсем простенький вот такой. Все знают, как делить пополам. Да? Кто-нибудь один делит на три части, а другой выбирает любую понравившуюся. Ну да, это не совсем симметрично. Тот, кто делит, получает ровно одну вторую, а другой получает не меньше одной второй. Вот. Но зато это можно продолжать. Потому что, значит, если не поделили пополам, вот эта часть досталась Алене, а вот эта часть досталась Борису. После этого происходит следующее. Теперь Алена может поделить свой кусок на три части равные. И Борис поделит свой кусок на три части. Потом приходит Виктор и убирает одну часть Алена, а одну часть Бориса. И тогда получается, что, действительно, после первой трассы у каждого угла по одной второй, дальше две трети, вот хотя бы одной второй, это хотя бы одна треть. А Виктор, неважно, как он соотносит вот эту часть и вот эту часть, он получает хотя бы одну треть от этой части и хотя бы одну треть от этой части. То есть хотя бы одна треть от суммы Дальше, если Галина пришла, то каждая из них делит свою часть уже на 4 части Галина выбирает по одной из трех частей И так далее по индукции Хорошо Но тут этот протокол не очень хороший Он очень хороший тем, что он продолжается для индукции 1 и протокола для n Но он не очень хороший тем, что много разрезов получается Можно там оптимизировать по числу разрезов Но про это я как раз не буду, пожалуйста, говорить сегодня Потому что прорыв произошел вот здесь Здесь до недавнего времени была такая ситуация Была теорема существования Теорема существования доказывается при помощи Лево-Шпермера Определенным образом Доказывается, что можно так разрезать Причем Да, очевидно, что тут вообще части могут быть составлены из разных частей Ну вот здесь так получилось, что все получили последовательные Но, например, если Виктор взял вот так вот То и у Бориса, и у Виктора были бы разрозненные части Которые составлены из двух маленьких кусочков Так вот эти рема существования есть не просто Может быть беззависть, а может быть на связанные куски беззависти Значит, кроме того Был протокол для трех Протокол для двух все очевидно Для двух самый обычный один, две, другой выбирает Он пропорциональный, поэтому беззависти тоже Значит, для трех был протокол Значит, а для четырех и больше Значит, для n хотя бы четыре Были только протоколы С заранее неизвестным числом разрезов С заранее неизвестным числом разрезов И равномерно неограничен Да То есть, есть протокол, что известно С одной стороны, что для любого распределения Законечное число итераций он закончится И да, берешь беззависти Но с другой стороны Для любого числа итераций существуют Такие вкусы Что этот протокол работает в таких вкусах Работает больше, чем такое число итераций То есть, были неограниченные протоколы Что это тоже был А это означает, что могло быть какое-то бесконечное количество разрезов? Нет, оно конечное То есть, там, когда все будет монет Существуют настолько маленькие кусочки Что их уже можно кому-то отдать И все нормально будет А, то есть, все равно оно оканчивалось Но ровно из-за того Да, все равно оно заканчивалось Но А какая-то оценка была? Нет, если любое число Оценка бесконечность Нет, даже для четырех То есть, для фиксированного N Для любого числа итераций существуют Вкусы, для которых протоколы работают Больше, чем столько итераций То есть, то, что называется конечным, но неограниченным А что он точно закончится Но нет никакой верхней оценки на числу раундах А, то есть, известно, что он закончится Но я не знаю, что когда надо Да, да, да Это может больше времени к вселенной пройти Ну да Значит, а прорыв Что, соответственно, верхняя оценка появилась Значит, новые результаты Это уже заключается в том, что Есть протоколы Для произвольного N Протокол для произвольного N С ограничением С ограничением на число разрезов Да, вообще нет Если говорить точно То есть, есть две разных метрики То есть, есть две вещи, которые можно измерять в качестве сложности Значит, один способ Это число прям разрезов Один параметр – это число разрезов А другой параметр – это число запросов Потому что, например, вот здесь Вот по этим меткам Не обязательно по всем резать Например, если Виктор выбрал вот эту вот часть Тогда вот этот разрез не обязательно проводить Чтобы получить куски А вот этот вот обязательный Он же может не выбраться Потому что из тех момент, кажется Да, если он выбирает средний Если он выбирает средний, конечно, нужно два Но потом на следующих этурансах, когда их там будет много То вот таких вот запросов будет Н-1 А разрез будет максимум 2 То есть, если вот новую часть Сперва резать, потом выбирать? Сперва выбирать Половины А все оставшиеся меньше половины Так, непонятно, что как дальше Да, в общем, мы измеряем отдельно число Реально разрезов То есть, насколько у нас несвязанные куски получились И отдельно, сколько запросов Функциям полезности Так вот Ограничение Для четырех Это ограничение порядка нескольких сотен То есть, так, примерно Примерно 200 разрезов И примерно 500 запросов Но с произвольным мем все гораздо хуже С произвольным мем есть только вот такая вот башня Экспонент Красоты 6 Как называется вот эти башни? А вот так называется башня Нет, там будет специально Ну, тетрация есть слово Как это? Тетрация Тетрация, да? Это операция Ну, да, да То есть, вот есть умножение Есть Там две стрелы, как иначе Ну, да Есть снотация хнота Ну, там есть несколько разных нотаций В общем, башня Высоты 6 Ну, да Песец в степени Песец Песец сколько-то раз Это Еще больше Нет, а то ты говоришь Такое ординало В целом 0 Песец в степени Я не раз И тоже Так И если А тут же получается Для четырех Оно настолько больше Правильно Это асинктотическая оценка Правильно Вот этот гораздо больше Чем вот этот Вот Ну, асинктотические То есть, тот протокол, который для произвольного n Это То есть, если его ограничить до четырех То не получится вот этого То есть, сначала придумали до четырех Некоторые конкретные А потом еще Расширили те идеи, которые там применяются И получили для произвольного n Вот такой А вот эта вот штука Это конкретный протокол, который можно реализовать Вот с таким количеством То есть, он не самый короткий, естественно Но он Он описан То есть, он вполне описан алгоритмически То есть, мы его делаем Но вот за такое количество Все получается Ну В теории, по крайней мере А вот, например, для пяти Есть какие-то нормальные оценки Типа две тысячи, пять тысяч Я пока не знаю Но может уже и придумал В принципе, тут Эти протоколы То есть, это прям Эти результаты зовут их улучшить А, пожалуйста, ты каким вам показывал Какие-то алгоритмы были достаточно такие Умудреные? Я помню Я помню С ничемными двумя ножами Да, да С ничемными двумя ножами Это вообще алгоритмы другого типа Да, которые в непрерывном времени осуществляются Когда можно что-то Когда есть непрерывное движение Можно в произвольный момент времени остановить То есть, это Грубо говоря, можно пытаться их приблизить Как-то мелко И примерно на этой идее основаны вот эти вот Знаешь, что мы как-то А, теорет существования, что вообще-то можно? Нет, ну теорет существования просто на лиме Шпермера А вот эти протоколы основаны примерно на том Что мы пытаемся достаточно мелко приблизить То, что за этим существует Хорошо Значит, давайте я, наверное, вот про этот вот такого вот рассказываю Потому что уже он довольно сложный И там есть нитриальная идея Начну я, наверное, вообще вот с этого Да, это тоже было в прошлом году Но полезно напомнить Сначала я расскажу то, что было тогда Потом я расскажу немножко усложненный вариант Который зато обобщается вот до этого Значит, первое Это Селфриджа Конвея А с ним довольно интересная история Он очень сложный Значит, как я понял Селфридж Его придумал Где-то уже в годах 80-х Вот Хотел опубликовать статью Ну, или там, статью-заметку На страничку Вот А это попало К конвею А конвей сказал Так я же это придумал еще 30 лет назад И вот вам мой черновик из архива Конвея, который игра жизни Конвея, который игра жизни Да, да, да Тот самый конвей, который игра жизни Который все реальные числа А, числа игры, да? Числа игры, да Числа игры Квадратичные формы целыми значениями В геометрическом изображении рек и озер Да Это эпический персонаж Ну да Вот, да И, в общем, все То есть, СССР не днесла публиковую статью Говорюсь, да, действительно Это еще давно было придумано Вот Ну и действительно довольно Легко делается То есть, легко описывается Значит, вот пусть у нас есть Три персонажа Аляна, Борис и Виктор И Сначала Сначала Виктор делят На три части Формулу Значит, вот Виктор делят на три части Значит, потом Ну, например, Борис Ставит метку в одной из частей А именно в той, которая ему нравится больше всего Ну, например, больше всего Ему нравится левая часть И он ставит метку Таким образом, что вот эта вот Уменьшенная часть Эквивалентна Самой лучшей из оставшихся То есть, он как бы укорачивает Вот эту Укорачивает Ту часть, которую ему нравится больше всего Так, чтобы она сравнялась Со второй по величине Вот это сейчас получается Эквивалентна Лучший Из вот этих двух После этого В игру вступает Алена И Алена Выбирает Любой кусок Из Вот этого вот укороченного Интересно, вот этого Вот и вот этого Значит, Алена выбирает Любой кусок После этого Если Алена выбрала Не вот этот То Борис забирает Вот этот Если Алена выбрала Вот этот То Борис забирает К лучшей из двух Оставшихся То есть, они просто Выбирают подряд Сначала Алена выбирает Самый лучший кусок Потом Борис выбирает Либо вот этот вот Либо лучший из оставшихся А Виктор получает Заветом либо вот это Либо вот это То есть, еще вот этот хвостик слева А, еще хвостик Да, хвостик Переходит на следующий раз Хвостик еще надо Делать Да Значит, тут важно вот что Тут уже две идеи Которые В самом большом протоколе Сыграют Первая идея Что вот этот вот Частичный дележ Уже без зависти Почему? Потому что Виктор Изначально поделил На три равные части И получил Неуменьшенный кусок Значит, Виктор Точно получил Одну треть А остальные Не больше одной треть Дальше Алена выбирала Самое первое Из трех частей Поэтому она, конечно Выбирала самую лучшую Поэтому не будет завидовать А для Бориса Было две самых лучших части И даже если Алена взяла Одну из его Лучших частей Все равно Еще есть другая Лучшая часть Поэтому он тоже Алене не будет завидовать Но не будет завидовать Если эту добавку Кому-то отдали и выкинули Да? Ее нельзя не перестать Да, пока что Вот на текущий момент Да, на текущий момент Пока это еще не поделено Но частично Они уже свои куски получили На текущий момент То есть они все готовы И выкинуть вообще И сказать, что все хорошо Ну вот с этой точки зрения А с этой, может, и не готовы Вот, значит, это первая идея А еще вторая идея Что Виктор уже точно не завиден тому Кто вот этот вот уменьшенный кусок потерял Да, например Ну, пусть, например Борис сутки получил вот это вот Алена вот это вот А Виктор вот это вот Тогда даже если Весь неподеленный остаток Отдать Борису То Виктору все равно Завидовать не будет Вот Соответственно, это вот То есть одну стелку так точно Да А дальше также другие То есть мы можем поделить между А и Ви Нет, если А достанется, то все плохо будет То Виктор будет завидовать Альнису Да, если остаток Это Б можно дать остаток А А нельзя дать остаток Вот, значит, ну, соответственно Да, сначала я расскажу, как сэршес конвейер Этот остаток делили А потом, как Вот этих я не назвал Тех, кто Придумал про их Их зовут Харис Азиз и Стивен Маккиния Они из Австралии Так вот, что делать с остатком С остатком делать вот что Значит, нужно, что Тот Из Алены и Бориса Кто Не получил Уменьшенный кусок Тот Или та Из Алены и Бориса Кто Не получил Не получил Уменьшенный кусок Ну, то есть в данном случае Алена На картинке Делит остаток на три части И они распределяются в порядке Значит, которые Распределяются В порядке Сначала Другой Ну, я в данном случае напишу Значит, в данном случае А Алена делят А дальше они выбирают в порядке Борис Потом Виктор Потом Алена Ну, то есть в общем случае Получивший уменьшенный кусок Потом Виктор А потом тот, кто делил И почему же здесь Зайвис не появится? Вот из-за Аддитивности Всех наших функций Получается, что Если у нас зависти не было И мы еще добавили Дережь без зависти То в итоге Дережье тоже не будет зависти Вот Поэтому здесь Алена раньше никому не завидовала Здесь она поделила На три равные части Поэтому добавился одинаково Никому завидовать не будет Борис Раньше никому не завидовал Здесь выбираю самым первым Из трех Поэтому он тоже не будет завидовать По той же причине Виктор не завидует Алене И почему Виктор не завидует Борису? А потому что Потому что Борис Получил уменьшенный кусок Почему Виктор и Алене Завидуется? Потому что он Раньше ее Выбирает А почему для Виктора Не уменьшаются два куска Оба из которых Меньше чем Одной трети На старых Нет Мы же про Дарис Говорим Может они и маленькие Может они и маленькие Но он точно выберет Тот, который больше Чем у Алены Вот А у Бориса Может быть и большой Но он точно меньше Чем весь остаток Он хоть и большой Но точно меньше единицы А даже если Все сто процентов Добавить сюда То это будет так же Как и то Что Виктор уже получил Да, то есть Можно сказать так Что на первой стадии Виктор получил преимущество Над Борисом В размере Вот этом вот И на второй стадии Это преимущество Может быть сокращено Но не до нуля Да, то есть То преимущество Которое наоборот Борис получает Над Виктором Вот здесь За счет первого выбора Это точно меньше Чем то Что было вот тут Поэтому в итоге Зависти не будет Так, ну чего Можно дальше, да? Вот это вот первые две идеи Это частичный дележ без зависти И такое преимущество Которое никуда не денется Да, такое доминирование Сейчас покажу третью идею Все еще для интернерного трема Чуть-чуть по-другому устроено Тут Вот в этом протоколе Все-таки была Асимметрия Априорная асимметрия Между Борисом и Аленой Да, точно Сначала Борис Ставил метку А потом Алена Что-то выбирала Теперь я расскажу Другой протокол Который Азиз и Маркензи Придумали Для иллюстрации Своих идей Тоже для n равного 3 Который будет длиннее Но зато симметричнее И обобщаться На 4 Участника Что он устроен так Начинается точно так же Начинается так, что Виктор Что Виктор делит на 3 части Одинаково После этого Алена и Борис Говорят, какие части Для них самые хорошие И тут Если они вдруг указали на разные части То все можно вообще закончить Им эти части отдать И все хорошо Поэтому проблема возникает Если они указали на одну и ту же часть Ну, например, снова на самую левую Тогда они оба ставят Вот такие же отметки Ставят отметки В самой лучшей части Чтобы все, что правее отметки Было Эквивалентно Второй по величине части Ну, например У Бориса получилась Более правая отметка А у Алены У Бориса более левая А Алена более правая Что происходит следующее Значит, разрез мы проводим Вот по Более левой из двух А кусок этот Отдаем тому Кто поставил Более правую отметку После этого В данном случае Алене отдаем этот кусок Борис выбирает Любой из этих двух кусков На себе разнообразие Вот этот вот Ну, а Виктор Остается То, что никто не выбрал Теперь смотрите Почему здесь снова Вот в этом частичном дележе Почему снова не будет зависти Ну, Виктор, как всегда Виктор получил полную Одну треть Необрезанную А тут кто-то обрезанную А кто-то тоже полную Поэтому Виктор не завидует Дальше Борис Получил ровно то же самое Что Алена Потому что Борис Выбирает вторую по величине И Алена Тоже получила Как раз до отметки Бориса Где было то же самое Поэтому Борис Получает то же самое Поэтому Алене не завидует Не завидует Виктора Потому что он раньше Выбирал Соответственно, вторую По величине Ну, а Алена Получает преимущество Потому что Для Алены Вот этот вот кусок Это то же самое Что максимум Из этих двух кусков И вот этот вот Отрезочек Это получается Преимущество Алены С одной стороны А с другой стороны Вот этот вот Неподельный кусочек Это преимущество Виктора Да, то есть опять же Если все неподельно Отдать Алене То Виктор все равно Не будет завидовать Так Значит, те же самые две идеи Пока есть Но сейчас еще третья будет идея Третья будет идея такая Что вот теперь этот остаток Мы начинаем делить Точно так же Точно Вот мы его так расширим Под лупой посмотрим И начнем делить точно так же Снова Виктор Делит на три части И снова Алена и Борис указывают Какие части самые хорошие Если это части разные То они их получают И все заканчивается А если это части одинаковые То они опять ставят метки Значит, дальше есть хороший случай Когда они теперь поставят В другом порядке метки Если они поставят метки в другом порядке То дальше происходит точно так же Происходит, что вот это теперь будет Сказать Борису Вот это вот Алене А вот это вот, например, Виктору Ну, то есть Алене лучшее из двух Виктору осталось Но теперь получается, что у Виктора Есть преимущество еще и над Борисом Да, вот после этой картины у Виктора Было преимущество над Аленой А после этого Еще и над Борисом получилось преимущество Но это значит, что Виктору Можно уже ничего не давать А просто, если что-то осталось То между Аленой и Борисом Это поделить Так что один день, другой выбирает Вот, это хороший случай А еще есть плохой случай Плохой случай, когда снова получилось Тогда снова получилось, что у Алены Отметка правее И у нее дополнительные преимущества Получается Значит, это Значит, это случай первый А вот случай второй А снова Снова их определил на три части И снова, как и в первом случае Тоже отметки попали в одну и ту же часть И, соответственно, у Алены Снова отметка правее Тогда, пока что Можно снова так распределить А Значит, ну, например, должна быть здесь В А здесь В И снова получается еще одно преимущество Вот, вот теперь можно Одним из этих преимуществ пожертвовать Наверное, тем, которые меньше Вот это преимущество Альфа-1 А вот это преимущество Альфа-2 И вопрос, какой из них больше Ну, например, если Альфа-1 Больше с точки зрения Не меньше С точки зрения Алены, чем Альфа-2 То тогда нужно Вот здесь вот все переделить Значит, а именно нужно Борису Отдать кусок Алены Кусок, который был В общем, вот этот вот кусок Передать вот Алены Борису А Алена Может быть, она согласится Поменяться просто с Борисом А может быть, ей больше нравится вот этот кусок В общем, в любом случае Виктору-то все равно А Виктору-то и другое Одна треть Значит, поэтому Алена либо просто меняется Либо берет вот этот кусок В зависимости от того, что ей больше нравится Ну, а Виктор, соответственно, получает то, что осталось И тогда получается Следующее Получается, что вот тот кусок Который здесь получила Алена Он эквивалентен вот этому куску До ее метки До этой метки, которую она поставила А Борис получил вот настолько больше на альфа-2 Но в первом раунде Алена Получила на альфа-1 больше, чем Борис Хотя бы на альфа-1 То есть она получила больше Да, то есть вот это Да, вот это ее преимущество в первом раунде Больше, чем ее проигрыши в втором раунде Поэтому интегрально Алена не будет завидовать Борису Ну, а все остальные направления, очевидно, делаются Как обычно Ну, Виктору всегда все равно Соответственно Борис вообще Ничего не проиграл, не приобрел Когда поменялся вот так вот Но зачем мы это сделали? Ну, а затем, что Если мы вот этот кусок Передали Алену и Борису За счет этого Виктор получил с преимуществом над Борисом Да, вот это уже неотъемлемые преимущества Вот в этом месте оно было над Аленой А вот в этом месте над Борисом И снова можно, если что-то осталось Поделить между Аленой и Борисом То есть вот этот вот остаток Делается между Аленой и Борисом Это кончено когда-нибудь Так нет, вот оно уже закончилось Потому что между двумя Делить очень быстро Один делит, другой выбирает одну из двух частей Вот, так вот, третья идея Это вот такой обмен Что, как бы, если преимущество Да, то есть Дальше будет примерно такая процедура Что делим примерно одной и той же процедурой Повторяя все, все остатки Или делим, делим, делим Вот, а что в принципе понятно Что можно делать такую бесконечную процедуру Что мы этот остаток каждый раз делим Делим, делим, делим И в итоге это сойдется Вот, находится конечная И идея вот эта конечная процедура такая Можно исключить И провести переход индукции Либо все время преимущество Одного и того же И тогда, если преимущество Может немножко поделиться За счет каких-то таких перестановок Так, хорошо Ладно, ну не знаю Тут ясно, что дальше сложность будет нарастать Так что Понять, как рождаются экспоненты многоэтажные Вот То есть Как в этой процедуре Но скажем Как рождаются двухэтажные экспоненты В принципе, понятно в теории Она рождается, когда ты повторяешь все игре В которой на каждом этапе Умножается на одно и то же количество Каков просто число историй Ты рассматриваешь стратегию Стратегия это функция из множества чего-то В чему-то у тебя двойная экспонента тут же и возникает А как может возникнуть шестикратный экспонент То есть из какого рода распуждений Она может возникнуть То есть вот двойную экспоненту человеческий мозг еще может понять Потому что это множество стратегий Ну количество стратегий В повторяющей игре А вот что такое шестикратный экспонент? Слушай, ну как-то сразу очень сложный вопрос Для расширения возможностей мозга Не, ну погоди, придумать как делать что-то очень долго Казалось бы легко Но ты делаешь что-то вражении Не в конкретной стратегии А что у тебя там на каждом этапе Еще там маленькая строящая игра, например Ну как здесь это вот работает? Или это за пределами одной лекции, да? Ну, немножко за пределами, да Да, то есть я хорошо мне рассказывать для четырех Что там происходит дальше А для N я погоняю очень хорошо мне рассказывать Вот, поэтому либо Ну, наверное, давайте я для четырех Тоже какие-то основные идеи расскажу А потом можно поговорить А перед этим еще вернуться Вот то, что прежде был алгоритм Ну, собственно, вот этот остаток Мы делили так же, как и исходный И считали просто, что рано или поздно У нас вот эта вот величина Ну, либо там в нужную сторону Там В, А, как говорится Либо они будут настолько ничтожные Слушайте, если без перестановки делать Да, если без перестановки Ну да, если без перестановки То у нас просто дублировался этот же самый алгоритм Просто каждый раз проявляем Кто-то возражает, если возражает еще раз делим Ну, типа того, да А для четырех принципиально Получаются тоже вот эти вот же идеи Да, как они именно представляют Первые идеи Ну, вот сейчас я покажу Нет, для четырех на самом деле Есть еще некоторая идея То есть для четырех Значит, смотрите Нам тут важно было Вот тут еще есть две, так сказать Недокументированные функции Вот этого протокола Которые потом важны для n равных четырем Значит, одна функция Недокументированная То, что здесь Есть только один обрезанный кусок И два целых куска Да, считаю, именно И вообще обрезанный кусок Получается только если они Если их метки попали в один и тот же кусок Если просто каждый помещает В своем самом лучшем куске Метку, что правее нее Эквивалент на втором увеличении Если эти метки попали в разные куски То мы не обрезаем по ним А просто берем куски целиком Вот, то есть тут на самом деле Что-то вроде аукцион второй цены Да, вот это вот То, почему обрезает Это вторая цена Что каждый То есть там дальше Если их трое будет Они в трое в одну поставили То тоже будет вторая справа Вот, соответственно Вот это одна очень важная вещь Что Двое игроков получает целые куски А за счет этого Смотрите, что получается Получается, что с точки зрения Виктора Вот этот вот остаток В любом случае Не больше, чем одна треть Вот, то есть, например Если мы сдаемся Да, если мы не придумали Такой перестановки Но зато нам не нужно Не нужно абсолютно отсутствие зависти А нужно пример Отсутствие зависти Что завидует не больше, чем На одну сотую исходную пирога Тогда можно действительно Вот это повторить Конечное число итераций Заведомо конечное Пока вот это не станет Меньше, чем одна сотая Если это каждый раз Три раза сокращается Пускай там Пять раз Хорошо Так Это неконечно Неконечно, да Поэтому нужно еще что-то Делать куда-то Вот И еще Тут на самом деле Все заканчивалось Когда получалось Что один игрок Доминирует Над двумя другими Да, то есть Получает преимущество Над двумя другими Вот оказывается Что если мы каким-то образом Поделим Весь игрок Частично Без зависти И окажется Что У каждого игрока Есть преимущество Неоспоримое Хотя бы над двумя Другими игроками То дальше уже все легко Надо Вот это вот Неоспоримое преимущество Или доминирование То, что если Весь остаток Дать вот этому То все равно Зависти не будет То есть уже Как бы ни сложился Дальше протокол Уже в этом направлении Зависти не возникнет Так вот Значит Если У каждого Если у каждого Есть Такое вот Неоспоримое Преимущество Над Двумя другими То можно поделить То можно поделить И это довольно легко Показать Как именно Значит Вот Пустяновские Четыре Алена Борис Виктор И Галина Что у Алены Есть преимущество Над двумя Например Над Виктором И Галиной Какая все Все не излично У Бориса Тоже есть преимущество Над двумя Первая сушка Тоже над Виктором И Галиной Как думаете Что нужно сделать А нужно просто Отдатным Поделить Между Виктором И Галиной А теперь Как бы между ними Не поделили А вот этих Вот по этим направлениям Уже Зависти не будет А у Алены Но пока не важно Теперь в другой случае Когда кому-то из них Над кем-то из них Нет преимущества У Бориса Значит есть преимущество Над Аленой Например Вот так Вот так Вот так Ну и пока Они тоже симметричны Например Вот так Значит Теперь смотрите Один случай Я даже рисовать не буду Это когда у Виктора Над Галиной преимущество Тогда что нужно сделать Нужно просто Все отдать Галине Да Уже у всех Над ней преимущество И все Если все ей отдать То все будет нормально Поэтому У Виктора тоже Над двумя преимуществами Если не над Галиной Значит над Борисом И над Аленой И если вот Такие стрелочки То тогда Нужно делать вот что Значит тогда Галина Делит на 4 части Весь остаток И они Выбирают В порядке А, Б, В, Г Значит Почему это работает Потому что Алена выбирает Самое первое Поэтому Не завидует себе В последующем У Бориса Преимущественно Над Аленой Поэтому он Не будет завидовать ей Но и не будет Завидовать В последующем А у Виктора Преимущественно Над Аленой Не будет борисом Поэтому он тоже Не будет завидовать А Галина Первый делил И поэтому Тоже не будет Не будет завидовать То есть получается Что нужно Нужно добиться Вот этой ситуации А каждый Имеет Неоспоримое преимущество Над Хотя бы Двумя Другими участниками Следующая идея Что достаточно добиться Чтобы какой-нибудь Один игрок Обладал Преимуществом Над двумя Потому что Когда он уже Обладает преимуществом То дальше Можно остаток делить Значит И так Нужно Уметь добиться Чтобы некоторый Конкретный игрок Обладал преимущественно Над какими-то Двумя другими Если мы уже добились Что Галина Обладает преимуществом Над двумя Какими-то То дальше Мы делаем То же самое С остатком Только вместо Галины Будет Виктор Виктор Получит тогда Преимущественно Двумя другими Ну и дальше Борис и Алена Значит Участь Достаточно Достаточно Протокола После которого Галина Получает преимущество Над двумя другими В целом Он устроен точно так же Как вот этот протокол Для n равного 4 То есть Сначала Галина Делит Теперь на 4 части Делает 3 По мелке Но В отличие от предыдущего Алена Бориса Виктор Обрезают Не самые Свои лучшие Части Чтобы они сравнялись Со вторым Величиня Выбирают Два самых лучших Куска Их обрезают Так что они Сравнялись С третьими То есть Алена Бориса Виктор Помещают Две Два самых Предпочтительных Куска Пирога И делают Пометки Так чтобы Участок Справа От пометок Сравнялся С третьим Величинем Так чтобы Участок Правее Пометки Правее Сравнялся С третьим Величинем И видно Что тут Куча случаев Возникает Да Потому что тут Четыре Области Куда можно попасть У каждого Два снаряда Соответственно Есть несколько картинок С точной симметрией Их пять Будет Как эти снаряды Могли распределиться Ну конечно Не будем Все точки Разбирать Но парочку Надо разобрать На самом деле Самая Сам простой вариант Когда У них Примерно Одинаковые Вкусы И все пометки Попали В две части Да Давайте я вот так Нарисую Вот Есть две такие Очевидно Самые хорошие части Две плохие Это у Галины Такие вкусы Да У Галины Такие вкусы Да Что здесь Что-то такое Маленькое Но очень приятное Галины Вот А здесь Соответственно В каком-то Порядке Цена Например АВ А тут Например В каком-то Порядке Пометки Еще Каждый День Может быть Принцип На пометке Может быть Написано Это самая Лучшая часть Или вторая В данном случае Даже не важно В данном случае Мы делаем следующее Помните Про принцип Второй цены Что мы Второй По Второй Справа По метке Проводим Разрез То То Что Левее Этих Разрезов Это Меркред Остаток То 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 Остаток Вот Эти Штуки Значит Вот Эта Часть Достается Виктору А вот Это Алене В данной Ситуации То 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 Дальше Борис В данном Случа Только Не Получил Ни Одну Частей Выбирает Любую Из Вот Этих Двух Пример Вот Эта И Галина Получает Что Осталось Почему Здесь Не будет Зависти Ну Потому Что Значит Смотрите Это такая ситуация Как самые правые метки У разных Хозяев Да Почему Здесь Не будет Зависти Ну У Галины Никогда Не будет Зависти В данном Случа Виктор Получил Больше Чем 30 По Величине Поэтому Он Завидует Вот Вот Этому И Вот Этому И Вот Этому Мускул Тоже Не Завидует Потому Что Этому В данном Случае В точности Третье По Величине В этом Случае Больше Ну А Если У него Была Метка Здесь То Было Даже Меньше Чем Третье По Величине Поэтому Виктор Не Завидит Алена Аналогично Алена Виктор В данном случае Симметрично А Второй Случай Когда У одного И того Хозяина Самая Правая Метка Ну Например Пусть Просто Одинаково А Б А Б Б Тогда Мы Точно Так же Проводим Натринзы Вот Так И Вот Так Вот Вот Так Остается Несколько Иностаток На Следующий Раунд Но Теперь Мы У Виктора Спрашиваем А Какой Кусок Лучше Вот Это Вот С Этой Добавкой Или С Этой Добавкой И Виктор Выбирает То Что Ему Лучше Например Вот Этой А Вот Этой Потом Достается Как Вы Думаете Кому Борису Естественно Тому Кто Вот Эту Метку Поставил Ну И В данном случае Алена Выбирает Один Из двух Оставшихся Галина Получает Четвертый И Тут Тоже Не будет Зависти Потому Что Главное Что Виктор Не завидует Борису Потому Что Он Сам Брал Одну Из этих Двух Частей Вот Борису На самом деле Все равно В данной Ситуации Борис Безразлично Вот Эта Часть Вот Эта Часть И Еще Одна Из Этих А Четвертая Хуже Ну И так Далее Алена Наоборот Алена Ключил Треть По Личине А Вот Эта Меньше Чем Треть По Личине Вот Хорошо Значит Вот это Такой Случай Это Один из Пяти При Разборе Остальных Там Есть Еще Одна Новая Идея А Именно Что При Определенной Ситуации Надо Забыть Про Эти Метки Метки Переделать Как раз На то Что Было Само Начале То есть На то Что Урезает Самую Лучшую Часть До Второй Величине Какое-то Впечатление Что Здесь Еще Сильно Не Додумали Он У меня Должно Такое Впечатление То есть Когда-нибудь Будет Ясен Совершенно Простой Простой Алгоритм Возможно Да Нет Я Думаю Простой Простой Придумали Слово Алгоритм Ну да Протокол Алгоритм Который Блин Хрен Поймешь Нет Подождите Слово Протокол Смени Протокол Общения Что По Очереди То есть Там Сначала Протокол Это То есть Протокол Написано В каком порядке Кто что делает Ну да Это Такой Сложный Алгоритм Главное Не то Что он Сложный А что он Интерактивный Что есть Разные Стороны Которых Мы спрашиваем Что делать Да То есть Какой-нибудь ТСП ИП Это тоже Протокол Где Есть две Стороны Которые Обмениваются По определенному У каждой Строй Есть свой Алгоритм Протокол Так Значит Действительно Да То есть Это Не Это Прорыв Но Это Не такой Прорыв Который Называется Открытием А Изобретением Садишь Видимо так Видимо все-таки Идеи Которые здесь лежат Наверное важны Для того чтобы это получилось И наверное Без сочетания Этих идей Не получилось бы Все вместе Но В каком порядке Именно их сочетать Это так То что придумалось Вот Так вот Значит Дальше еще есть 4 случая И еще одной новой идеей Значит Дальше Давайте я так Вкратце покажу Откуда вообще доминирование Возникает Например Можно Здесь можно Показать Откуда возникает Хоть какое-то доминирование Хотя бы Над одним Это уже здесь Не очевидно В отличие от Случа Когда я говорю 3 Тут это же не очевидно Потому что Остаток состоит Из двух частей Пока Остаток состоял За одной части Если ее Присоединить К той же Урезной То получалось Не больше чем То что Получало тогда Виктор здесь Голит Но если уже есть Две части И их Обе Присоединить Кому-то То уже Может Больше Получиться Да Поэтому После Однократного Запуска Дегнирование Еще не Получается Но зато После Двукратного Запуска Дегнирование Получится Здесь важно Следующее Важно Что здесь Только два Только две Урезанных Части Одвер Полных Вообще Если Вот абстрагироваться От этого Всего Есть Н Точек В Номерном Симплексе Да И По Н Точек Ну Потому Что Н Человек Ну Н Н Одна Да Н Точек По Минус Один Мерном Симплексе Да Ну Если Только Каждый Человек Это Точка Это Какое-то Деление Вот Этого Отрезка Деление Отрезка Это Точка Симплекса У нас Есть Одна Точка То Есть Каждый Человек Это Точка Н Сомерного Симплекса То есть Точек Н Сомерного Симплекса Но Подожди Это Проекция Некоторые Договоримся О порядке Следования Слева Направо Нет Подожди Это же Когда ты говоришь Про Точку Симплекс Ты теряешь Информацию Вкусов Ну Теряю Да Это Правда Да Это Некоторая Такая Урезанная Информация Да Задается Такими Точками Неужели Этого Недостаточно Чтобы Сказать Как Все Остальное Подразбить И Сделать Недостаточно Субъективность Теряется Передом Нет Субъективность Нормальная Просто Определение Дальше Все равно Определение Дальше Это нас научили Что этого Недостаточно Или есть Какая-то теорема Что эта информация Не теряется Нет Это очевидно Потому что У тебя может быть Так Что все Равномерно Кроме Какого-нибудь Одного Маленького Отрезочка Где Все И происходит И Чтобы Поделить По честности Нужно Именно этот Маленький Отрезочек Поделить И именно В него Попасть Так А как Можно было бы Чуть-чуть Улучшить Эту интересную Информацию Кажется Что все Ужасно Усложнено Такая простая Задача Просто Надо же Отменить Слово Зависти Нет Нет Даже Это самое Даже Если Вы Играем Правила Все равно Такое Почтение Нет Ну Это же Такой Не Боже Слыш Ну Это Понятно То есть Вообще Просто Деряя Здесь Зависть А можно Еще Коммунизм Чтобы люди Вкус одинаковые Покажется Запретение Этой Казань Сти Уже Насколько Все Сложно Разрешили Разрешили Да Вообще Я хотел сказать Следующее Что Важно Что Вот этот Нераспределенный Остаток Он точно Меньше Половины С точки зрения Галина Он точно Меньше Половины От всего Потому Что Есть Два Полных Куска А А если Потом Еще Раз Поделить Тем же Протоколом То Нераспределенный Остаток Будет Меньше Половины Причем Он не только Меньше Черти Будет Меньше Половины От Сум Вот этих Вот И тогда Получается Что Раз он Меньше Половины От суммы Значит он Меньше Максимального Из них И Вот тут Получается Доминирование Если он Меньше Максимального После Двукратного То тогда Поскольку Преимущество Уже Вот 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 Есть Вот Так Увеличено Уже Есть Преимущество Если Остаток Получился Меньше Немножие То Получилось Доминирование Вот Так Получилось Однократное Доминирование Вот А вот Двукратным Который Нужен Для этого Протокола Дамы Какая-то Жесть Происходит И по-моему Там Что-то Не совсем Правильно Надо Написано Нашел Ашли Ну Я пока Не понял Нашел Да Ну Нам Не знаю Там Может Опечатка Просто Немножко Цифры Написано Дальше Они говорят Что Теперь Мы Это Продолжаем Потому что У нас Появляются Еще Вот Такие Вот Вот Эти Вот Кусочки Это Получаются Такие Бонусы То есть Вот Это Бонус Каванки Это Бонус Виктора Над Аленой И Также Над Остальным То есть Вот У Галины Получается Бонус В Таком Размере В Таком Размере А У Виктора Получается Вот Ну Вот Этот Однадцать Семь Просто Получается Бонус Потому что Этот Вот Этот Кусочек Это То Насколько Его Кусок Больше Чем Максимально Из Оставшихся Получается Получается Виктор Получил Вот Такой Бонус Алена Получила Вот Такой Бонус И Борис Бонус 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 Получается Что На каждом Таком Этапе Получаются Маленькие Надбавки Вот И После этого Если мы Несколько раз Это сделаем То На каждом Этапе У каждого Получается Маленькая Надбавка А Дальше Если Достаточно Много Раз Сделать То Можно Их Так Поменять Чтобы Надбавки Поменьше Там Передать А зато Получить Доминирование Еще В другую сторону Дальше Идея В этой Перестановке Что Если Уже Получилась Достаточно Большая Надбавка То Можно За счет Перестановки Ее Уменьшить Но Достигнуть Надбавки В другом Месте Всегда Получится Что Там Достаточно Большая И Там Худший Время Когда Не Общение Ну Да И Тогда То Там На самом Такая Емма Используется Если У вас Есть Матрица 4 На 3 Тогда У вас Есть Одна Строка В которой Нет Максимумов Сейчас Точно Им что Нужно Им Нужно Что Есть Одна Строка В которой Каждый Элемент Строки Меньше Чем Сумма Трех Оставшихся В том же Столбце Вот Идея в том Что Плохо Может быть Только Если В этой Строке Есть Максимум По Столбцу Вот Но Максимум По Столбцу Он Поскольку Столбца 3 То Каждый Максимум Уничтожит Максимум В одну Строку Вот Соответственно Есть Точно Строка Без Максимумов А Тогда Раз Здесь Максимум В другом месте Здесь Максимум И Здесь Максимум И Здесь Максимум И Тогда Получается Что Каждая Здесь Менется Меньше Максимум И Как следствие Меньше Чем Сумма Всех Оставшихся А Здесь В этих Строчках Вы Как раз Лежать Даличины Бонусов Прогрессионных На каждом этапе И Дальше Само Еще Есть Электроперебор Как Именно Нужно Поменять Эти Бонусы Чтобы Получить Двукратное Доминирование Чтобы Потом Променить То Что Там Написано Мы Начинаем Ставить Задачу Граничные Условия Что Не Меняются Предпочтения У игроков Начинаем Бонусы Делить Выясняться Что Они Так И Меняются Если Мы Начинаем Завидовать Бонусом Отдельно Нет Нет Вот Нет Сравнивается Все равно Сумно Всегда Но Если Галина Получила Свой Кусок Какая Разница Какие Кто Там Бонусы Получает Нет Вопрос Она Должна Считать Что Она Получила Самый Большой Кусок Всех Меньше Остальные Нет Нет Сейчас Смотрите Можно Скрыть Важную Информацию И Все Будут Считать Что Все Хорошо Нет Смотрите Как Распределить Если Кому Как Распределять Бонусы Нет Нам Нужно Получить Следующее Нужно Получить Чтобы Галина Получила Преимущество Над Какими-то Двумя Другими Участниками Ей Недостаточно Иначе Это задача Программная Очевидная Это задача Не Программная Задача Про то Что Галина Значит Ей Больше Всех Да Пусть Она Пока Считает Что У нее Пусть Мы Так Повторяли А у нее Всего Больше Чем Аленая А Борис Виктор Нет Но Тогда Мы За счет Анализа Аккуратно Вот этих Кусочков Выясняем Что из-за того Как раз Из-за того Что Преимущество Время Было Над Аленой Почему Потому что Алена Всегда получала Вот этот Урезанный Кусок Но Если Она Получала Урезанный Кусок Как Здесь То Она Получала Такое Преимущество Преимущество Ее Самой Выросло С Чей Точке Зрения Преимущество Только С Точке Зрения Самой Алены Да Почему Ей Тогда Кто-то Завидывает Точке Зрения Нам же Нам же Нужно Гарантировать Нам же Гарантировать Что Ей Никто Не Будет Завидывать Но Если Преимущество Только С Ей Единственной Точке Зрения Существует Почему Кто-то Ещё Будет Ей Завидовать Сейчас Это Как бы Вопрос Услово Задачи Мы Не Можем Гарантировать Что Никто Небудет Завидовать Следственная Задача Ещё Не Решена Задача В каком Случивом Чтобы Преодъявить Доказывается Что Существует Огромный Сладнейший Протокол Делать Так Что Есть Полное Дародное Случай Если Чьей-то Чужой Точке Зрения Я Получил Чем Он Если Существует Только С точки Зрения Её Су Больше Нес Чьи Нет Нет Дождите Самый Скусок У неё Есть То То есть Он Какой-то Какая-то Ценность У него Источки Зрения Всех То есть Тут Идея Следующая Что Пусть Алена Всё время Получает Вот эти Урезанные Куски Поэтому Над ней Всё время Получается Преимущество У Галина А над Борисом Виктором Не получается Идея В том Что Теперь Мы Какой-то Из этих Урезанных Кусков Одним Ему Ален И дадим Борису За счёт Этого У Галина Созраста Преимущество Над Борисом Тоже Но За счёт Того Что С точки Зрения Ален Уже Накопилось Очень Большое Преимущество Если Мы У неё Немножко Отнимем Передадим Борису То У неё Не появится Завязь Борису Слово Немножко Тоже Да А что Именно Отнимать Эту Диазь Как раз В этой Табличке Четыре Это Раунда Применения Пратокола Три Это Соответственно Ален Борис И Виктор И В каждой Клетке Стоит Вот Это Преимущество Которое Получено На Данной Мэтапе Соответственно Если мы Убираем Вот такую Вот строчку Где нет Максимумов То тогда Именно В этой Строчке Мы Производим Вот эту Перестановку То есть Мы теперь На том Этапе У Алены Отнимаем Её Кусок Передаем Кому-то Например Виктору Соответственно Ну вот Как Именно Делать Это как раз Именно Зависит От Конкретной Ситуации Ну Это Перебор Да Большой Перебор Вот Делать Как раз В том Что За счет Того Что Этот кусок Урезанный Алены Теперь У кого-то Еще У Галины Складывается Преимущество Над этим Кем-то Еще А за счет Того Что У Алены Было Большое Преимущество На Других Раундах От Того Что Мы Ей Ухудшили Ее Ну Это Для Раундах Трем Была Такая Ситуация Что Если И на Первом Раунде Получить Преимущество Алены И на Втором Раунде Преимущество У Алена То Дальше Там Где Преимущество Поменьше Мы Можем Поменять Мы Дать Ей Пусок Похуже Отнять Преимущество За счет Того Что Меньше Преимуще Чем На Другом Раунде Она Будет Заедет Тому Кто Ее Старый Пусок Получил Слушай У меня Есть Угноз Скажи Пожалуйста Достаточно И следующая Информация Смотри Есть Отрезок На нем Н Умножить На Н Точеку Расположено Это А Значит 1 А 2 А Н 1 В 1 В 2 И Далее В Н 1 И так Далее До Последнего Н Того То Н Участников Каждый Делит Отрезок Частей Да И у меня Возникает На отрезке n Умножить На Минус Один Точек В каком-то Порезке Верно Такой Вопрос Просто Можно Ли По Элементу Из Группы Перестановок На Символах Сказать Как Нужно Действовать Нет Неверно Да Еще раз Если у тебя Все Различны В маленьком Отрезочке То Все Три Точки Будут Возить В Тех Жем А А В Ну Пусть У них 99,9% Пирога Оцениваются Одинаково Просто Равномерно Да Вот А Есть Там Внутри Маленькая Лишенка Тоже Неоднородная И Они Оценивают По-разному Именно Они Как Целы Оценивают Тоже Одинаково А Внутри Нее Оценивают По-разному То То А Эти Точки В конце Они Будут Чуть Развинутые И Сильно Развинутые Да Ну Нет Вообще Вообще Все Будет Да То есть Вот Есть Какая-то Маленькая Неоднородность А Все Остальное Однородное Просто У всех Будут Одинаковые Поровну Так Вот И Для Любой Маленькой Неоднородности Вот Здесь Будет Одинаковое Деление Сейчас Но Если Будет Маленькая Неоднородность Но Тем Казалось бы Хорошо Если Была Достаточно Этой Информации Элементы С группой Элементы Перестановок На Н Н С Символ Это Правда Ужасно Все равно Много Это Н Н Н Факториал Но Н Квадрат Факториал Но Это Н В степени Н А Н Ну Т.е. Это Париатка Второй Двойной Экспонент Который Мозг Еще Берет Было Было Мне кажется Что На первом Шаге Их Нужно Пригрозить Что Если Дай Бог Берите Одинаковые Куски Вам Будет Такой Деморой Что Вы Никогда В жизни Не дойдете До Свидетельство Что Этой Информации Недостаточно А если Это Вишенка Попала Прямо Сюда Тогда Вот Эти Конкретно Вот Эти В разном Порядке Будут Стоять Чуть Чуть Да Тут Будет Гораздо Меньше Информации Ну Вот Достаточно Все Равно Ну У них Разный Порядок Это Не так Страшно Делят Выбирает Остальное Все Равно Ну То Как Здесь Не Как Они Здесь Чем Сейчас Подожди Значит Вот У тебя Что Происходит Вот У тебя В этом Месте Какой-то Шоколадный Кусок Да Из разных Шоколадов Остальное Это Какая-то Древесина Да То есть Вот Шоколадный Кусок Маленький Да Нет Идея В том Что Вот Тут Они Чуть Чуть Да То есть Вот Тут Они Все Одинаков Делят А Тут Чуть Чуть По Разному Да Кто Именно Не скажется ли это как раз на порядке разности точек все равно Вот Но тогда у тебя получается не на квадрат точек, а только n точек А вроде бы задача будет не сильно проще Мне так кажется Все равно n бактериал Ну то есть Вот Нет Все равно n бактериал Но это Нет Я имею ввиду следующее Что Хочется как-то взять Написать какую-то функцию Просто от этого элемента И все Ну да В общем конечно В общей ситуации Когда точки все разные Если одинаковые Видимо какие-нибудь предельные переходы Там сделаются Ну не предельные переходы В общем Алгоритм так же сработает И для предельного случая Ну понятно да Что можно разделить Нет Значит смотри Для одной n Ну для предпоседателя Конечно можно так делать Как ты говоришь Такие протоколы есть Что просто каждый делит Оно И дальше А здесь Нет А здесь проблема в том Что если ты Ну как бы Поскольку вот эти вот у всех Одинаково В одном и том же месте То из этого ты не можешь Удянуть никакой информации Кроме того Где они стоят Ну может быть в этом случае Не нужно Вот Но если ты по ним Как раз поделишь То получается Что эти получили Ровно по одной четверти Ну кто-то Еще непонятно кто Вот Нет У тебя же есть Очень большая информация Вот в момент Эти шоколадные вишенки Очень много информации Зашито В том порядке Точек В том порядке Дудумывание Я же не говорю Что у меня есть алгоритм Я спрашиваю Не может ли быть Что достаточно Вот этой же информации Если ты хочешь резать Как раз по этим ниткам То этого точно недостаточно Ну может быть по ниткам Плюс что-то там Вот те куски Как-то там Перемешать В зависимости от того Как вот Энфарактериал Вот эти вот устройства Разумеется Не резать по ниткам Нет Использовать информацию То есть я как бы Использую эту информацию Грубо говоря Я беру этот элемент Из этих перестановок И ему сопоставляю Некоторые суммы Набор сумм Для каждого Будет свой набор Мне кажется Если ты режешь Где-то в середине То это точно Можно обмануть Подобрал Специальное распределение Между метками Которые не влияют На расположение меток Нет А вот если я просто К этим кускам Добавляю Какому-то Нужным Правильным образом Каким-то образом Вот эти вот Вот эти отрезочки Метки В этом случае Это не решит дело Если в этом решит Может быть В более сложном решении В случае Одного решения Не может решить Нет Значит смотри Первое утверждение Резать прямым по меткам А наоборот Резать не прямым по меткам Точно не поможет Потому что Какое-то перераспределение Между метками Не влияющие на сами метки Все испортит Нет Вообще Резать не по меткам Мы не запрещаем Мы говорим Что функция Только меток Мы хотим Чтобы это была Функция меток Вот Если Если Резать прям В метках Прямо по меткам Но суммировать Можно Что угодно Попадает в одну третью От правого конца Поставим второе Вентки Тогда Кому-то точно Придется забрать Одну третью Начиная с права Вот Но тогда Точно А то получится Меньше Да Тогда точно Не обидится А почему придется Забрать одну третью Потому что Ну Я нарисую Эту картину Если будет Три То это очень просто Тарисовать Правда То есть Есть По-моему С четырьмя Понятно Смотри Вот эта часть Одна часть С точки зрения всех Эта часть Одна часть С точки зрения всех К ним Если мы что-то добавим Хоть что-нибудь То эта часть Будет больше Чем одна часть С точки зрения всех Если ты больше Значит Завидит Сейчас Нет Лучше А нет Это еще не гарантирует Завидит Стих Не гарантирует Стих А покажи Ну Стих Добавишь Кому-то Ну Смотри Если Если вот эти метки Все разные То Ни одна из этих Метод не может Не может Поделить форму И для этого И для этого Значит Тут Ну да Не знаю Может конечно Побольше будет Перепор Да Нарисуемся Одной трети Просто Знаешь Хочется разобраться Хочется Чего-нибудь Потому что Хотя Почему Действительно Не работает Вот какие-нибудь Такие простые Рецепты Типа Используют Только метки Вот если Хотя бы это Будет ясно Будет ясно Что задача Очень сложная Потому что Если информация Метка Хоть ее и так много Недостаточно Вот Итак У нас есть Трое Да Вторая метка Совпадает У всех Поэтому Последний кусок С точки зрения Любого из них Райна Третья И кроме Кроме того У нас Есть Шоколадная Дребедень Которая Стоит В шоколаде И вот Соответственно У нас Есть Одна третья С точки зрения Первого Одна третья С точки зрения Второго Одна третья С точки зрения То тогда Нет Почему Эта часть Должна быть У кого-то Прибавится Почему Эта часть Должна быть У одного Человека Она Может Может К ней Что-нибудь Прибавится А Хорошо Я понял Если Эта часть То что То возникает Еще две части Которые Уже Не одна Третья Прибавля И Может Быть Один Должен Компенсируя Пуски Можно Здесь Делать Собер Запись Или Нельзя Сразу Видно Ну Прибавлять Нельзя Потому Что Кто-то Из Б Обидится Потому Что Ему Точно Останется Не Больше Чем Половина Достатка Который Мы Точно Знаем Что Это 2 3 Ну Тогда Это Все Это 2 3 Поэтому Нельзя Оттуда Ничего Вырывать И Добавлять В Правый Отрезок Который Алене Отдали Потому Что Иначе Тогда В Либо В Да Все Понял Значит У Алены Должен Остаться Только Эта Одна Треть А Тогда Она Будет Завидовать Она Будет Завидовать Кому То Кому То Если Только Там Если Они Идеально Попилены То Есть Эти Отрезки Ну Короче Если Преимущество Которое Создается Здесь Порядок Не Очень На самом Деле Выгоднее Если Было А По Центру Ну То Б А В Не Не Да Если Так Тогда Преимущество Ну То 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 Было Хорошо Если Себе А Забрал До Метки От Второй Метки До В Плюс Отрезок Между А Б Вот Ну И Там Соответственно Остаток Вошел Б Тогда Если Там Хорошо Распределено Между А Б Б Короче Если Они С точки Зрения Ну То 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 Сейчас Если С ее Точки Зрения У них Равно То Нет Просто Смотрите Дач Вы уже убедились Что кто-то получил Этот кусок Больше ничего не получил Да Потому Что Один из Оставшихся Будет Тогда Сейчас Дождите Если Он получил Больше Тогда С точки Зрения Любого Из Оставшихся Нет А С точки Любого Оставшихся Осталось 2 Третьи Но Возможно Каждый Из Оставшихся Считает Тем не менее Что Ему Досталось Сильно Больше Чем Более От 2 Третьи Поэтому Я все На Теоретически Не Да Это Только Будет Когда У нас А И От Середины Первой Метки Б Здесь Под Двумя Да Я имею Двумя Есть метод Двумя Будет Чтобы Кого-то Своей Точкой Зрения Чтобы Них Было Равно Вот Смотрите Если Например Б Это Человек Которому Шоколад Равнодушен Ему Все Равно Есть Шоколад Или Нет Он Получает Кусок Без Шоколада У А Аллергия На Шоколад И Шоколад В Минус Идет Нет Он Получает Кусок Без Шоколада У В Шоколад Любимый И он Получает Шоколад Можно ли это перевести на математический язык Здесь совершенно формально Что здесь происходит Здесь происходит формальная вещь Да, конечно Конечно Я сейчас Требенак Для всех А первые два Они совершенно разные Для каждого из них троих Вопрос совершенно четкий Грубо говоря Можно ли Можно ли Вот эту информацию использовать Таким образом Что просто раздавать Вот уже То есть Что у каждого Кусок является Суммой Некоторого Цельного Количества Кусков Оставшихся От этих Точек То есть Наносятся Все разрезы Которые Тут есть И вопрос Такой Верно ли Что очевидно Сразу Что не существует Алгоритма Который Раздает Какие-то Суммые Кусков Давай Давай Так Я думаю Что очевидно Неочевидно Нет Вроде Пусть Очевидно Я сейчас Пытаюсь понять Сейчас Пусть Кто-то Получил Этот кусок Больше Ничего Чтобы он не завидовал Вот эту часть Нужно поделить С его точки зрения Ровно пополам Дальше Поняв что Туда можно подобрать веса Единственный способ От этих четырех Набрать ровно пополам Это ровно по его метке Сейчас Подожди Нет Просто это значит Что по его метке Все Что никак по-другому Нельзя Вот этот Вот этот Вот этот кусочек Вот этот Вот этот Кусочек А нет Подожди Мы пока разрешаем Все-таки Несвязанные куски Разрешаем Правда? А мы всегда Разрешаем Всегда разрешаем А Ну тогда Подожди Нет А связанные С теоремой Что нельзя Тем более Значит тогда Прекрасно Почему с точки зрения Б Единственное что мы сейчас Поняли Это что с точки зрения Этого последнего человека Первые два Получили поровну Почему Это противоречит Нет И это Единственное Собственно Сделать Это вот по этому Разрежу Ну Либо Левый плюс маленький Правый плюс маленький Нет А мы сделаем так Чтобы маленький Мы не можем что-либо сделать А как мы можем сделать Это в фиксированной точке Если после этого Предложить этому человеку Как-то Мы не можем что-либо сделать А каждый кусок Делить пополам Своей точки зрения Не-не-не Мы что сейчас сделаем Мы подберем Получилось так Что Метки с AIV Попали Так криво Мы что-то примерствовали Мы можем Да Мы можем подобрать Как-то вкусы Как мы их подберем Вкусы сразу будут влиять На убегание точек Ну скажем Сейчас отражены В этих точках Мы вообще можем Просто точки подбирать Да Мы можем конечно же Просто подобрать Любые силы Вот как мы их подберем Чтобы было противоречие Нет Противоречие такое Что Мы сделаем так Чтобы Вот Кусочки между этим Семестными Кусочки между этим Семестными Были не одинаковые С точки зрения B Это вообще Это можно сделать Подобным вкусом B Не влияя на точки Сейчас Значит Итак Мы делаем ситуацию Когда с точки зрения B Отрезок B Строго лучше Чем отрезок B Да Тогда конечно Он будет завидовать Если мы Распределим Хоть как-то Эти Метками Меткой A И меткой B Допустим Если просто Предлагаешь Каждый кусок И делись пополам Со своей Личной точки зрения Нет Нет Был вопрос Можно ли воспользоваться Ровно этим Направным данным А Ровно этим Нет Можно ли Осложнеть Это я не знаю Это надо думать Можно ли Запросить Какую-то чуть-чуть Более сложную информацию Да Но вообще Я бы решал Задачу так Какую минимальную Информацию Надо запросить Чтобы мы За час Не могли Выдумать Доказательство Того Что этой информации Недостаточно Это первое Второе Заказывать Что ее достаточно И строить По этой информации Разберение Вот мой план По-моему Все-таки Здесь ничего не доказали Потому что Если все Теперь вот так То теперь Если просто Вот это отдать Алене А вот это Дать Виктору А мы не тому Отдали В Ну да Все Все Пока Непонятно Даже Может быть Достаточно Элемента Из этой Перестановки А там Они не пишут Об этом Вообще Может быть Это известно Может где-то Написано Что этой информации Заведомо Недостаточно Должно Нет Я знаю Что есть статья Где Есть нижнее число Разрезов Но это Н квадрат Это фигня Тут Н квадрат Мы и запрашиваем Н квадрат Тут все нормально То есть Здесь мы противоречия Не вступаем Тут вопрос Смотри какой Вот у нас есть Могло вычета Дискретного Алгоритма Конечного Алгоритма нет Равномерно Конечного Тогда вопрос Западает Но если уже Есть дискретно Конечный Алгоритм Это значит На самом деле Там непрерывность Лукавого Мы используем Какую-то дискретную Набор данных Вопрос может быть Этого достаточно Он не такой маленький Но все-таки Н степень И так далее Он М квадрат Степень Н квадрат Вот если быть Точно Делить на Е степень Н квадрат Ну факториал Числами квадрат Мы запрашиваем Факториал Числами квадрат Это было бы Эффектно Если бы По этой информации Могли бы Получить все Что надо Потому что Ну как бы Факториал Ну в конце концов Если есть четкий Алгоритм Как и что Суммировать После этого То это не так плохо То есть Вот этому Вот такие куски Вот этому Вот такие куски Вот такое Вот Чтобы С моей точки зрения Было бы не протоколом А именно алгоритм Да Дайте мне Этот элемент После этого Я говорю Какой Этому элемент Этой перестановки Что именно Надо Где переставить Какие отрезки Посуммируют Чтобы дать А Один Хотеть чтобы А два Хотеть чтобы А два Понятно Да Непонятно Да пока Да То есть Видимо Как раз Если доказывать Что этого Недостаток Это будет Наверное Просто более Сильная Нижняя оценка Я просто Не могу понять Как может Дать Что этого Недостаточно Потому что Если есть Конечная Процедура То значит Никакой непрерывности На самом деле Мы не пользуемся Если была Сходимость Вот этих Алгоритмов То есть Алгоритм Был бы Бесконечно Сходящийся Отсутствие Зависти Тогда да Ну в общем Я Так Я закинул Вот Думы Так Хорошо Спасибо Спасибо